Прошу прощения за опоздание, месье. Вы отправили людей на поиски Мадахарь в Мадриде, но пресса нашла ее раньше. Вот, пожалуйста, почитайте. Наглая тварь. Играет с огнем и скоро доиграется. С этим не поспоришь, но, быть может, это лишь совпадение. У нас нет доказательств, что Ростиньяк убит, а операция провалилась по ее вине. Несколько человек видели их вместе, выходящими из театра после ее выступления. Уверен, шлюха заманила его в свою постель. Ростиньяк всегда был падок на женщин. Она его соблазнила и сдала немцам, вне всякого сомнения. Для нее этот идиот был легкой добычей. Нам следует с ним проститься. Мои соболезные мадам, он был блестящий офицер. Франция не забудет героя. Я очень хочу найти эту немецкую шпионку. А ее верный пес Астрюк в Париже? Он ведет бурную деятельность среди журналистов, но в организации тайных встреч не замечен. Если бы вы о них знали, встречи не были бы тайными. Для нее он готов на все. Вы собираетесь подослать ней убийц в Париж? Я считаю... Риск будет слишком велик, верно? Мы организуем за ней наблюдение, соберем данные, арестуем, судим. Она ответит за свои преступления. Лейтенант! Товс! Огонь! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Никогда раньше не слышала о нём. Ну, варишь. Разбогател на производстве и продаже оружия и амуниции русским. Ситроен? Андре Ситроен. Так, мы на месте. Мадахари! Мадахари! Прекрасно! Я люблю вас! Мадахари! Спасибо. Я вас обожаю. Мадам, позвольте выразить вам своё восхищение. Какие красивые. Я сорвал их сегодня. Растут на брустверах вдоль наших окопов. Вы прям с войны? Да, мадам. Позвольте представиться. Андрей Фишель, 110-й пехотный полк, корпус генерала Фоша. К вашим услугам, мадам. Благодарю вас. Какого чёрта? Сумасбродка. Она предпочитает смельчаков, а не тыловых трусов. Да, через неделю прибуду в Париж. Сам напросился? Нет, я хотел вернуться к Брусилову, а это что-то вроде наказания. Тебя командируют в Париж. Многие, наоборот, бы обрадовались. Денег хватает? Да. Что касается моего имения, то я вам полностью доверяю, Пётр Алексеевич. Если вам, конечно, не надоелось этой мелочи возиться. Что ты, отнюдь. Я рад помочь в памяти твоем отце. Мы с ним как братья были. Хоть по сравнению с ним я породы и не вышел. Ну, я так не считаю, Пётр Алексеевич. Я отец никогда не считал. Я хотел бы с тобой поговорить откровенно, Володя. На чистоту. Сам видишь, какое время. Я не вечный. Сыновей Господь не дал. Одна дочь. Хочу, чтоб она за достойным человеком замужем была. Любит она тебя. Очень любит. Да, знаю, но... Понятно. Ты к ней как к сестре расположен. Но ведь вы ей по крови-то не родня. И вообще, красивая его пара. Как говорят на роде, слюбится, стерпится. Я вас очень уважаю, Пётр Алексеевич. И Веру тоже, но... Ну, если уважаешь, значит, должен уважить. У нас у купцов так. Вера ни за что не согласится. Она поймет, что я женюсь не по велению сердца. Вера за тобой на край света пойдет. Я это хорошо знаю. Поверь мне, Володя. А раз обручились, теперь нам можно целоваться? Да, можно. Но мы не станем. Я... Я очень счастлива. Даже страшно. Что такое? Ты смеешься надо мной? Нет, я... Поверь, я тоже счастлив. Мы приняли решение на всю жизнь. А-а-а, вот вы где, влюбленные пташки. Давайте к столу. Нас ждут. Проходите. Встречайте, господа. О-о-о! Поздравляем, видите. Поздравляем. 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 Молодых! А-а-илбовь. За любовь. Матин! Матин, вы где? Матин! Надеюсь, мы не слишком рано и не опоздали. Уверен, мы прибыли вовремя. Позволь твою горжетку. Будь добр. Будьте любезны. Возьмите. Да, да, извольте. Премного благодарен. Борецкий! Если еще раз отлучитесь хоть на шаг, я вас уволю. Сохраню на память. Приедет английский консул. Проследите за его секретарем. Он работает на австрийцев. Слушайте. Рад всех вас видеть, господин. По-моему, вечер недурен. Да. Есть ли новости из русского генштаба, полковник? Увы, нет. Но даже когда новости есть, едва ли они вразумительны. Ох уж эти русские. Может, оно и к лучшему. Ведь русские шифровки сможет разгадать даже ребенок. Слава Богу, их медлительность превосходит даже их невежество. И правда. Слава Богу. Месье Ситроен, я слышал, что вы собираетесь производить автомобили, как и месье Рено. Ну, верно. Пора готовиться к мирной жизни, господа. Ведь победа не за горами. Друзья мои, сегодня открылась моя новая фабрика. И мы готовы работать на нужды страны. Поговаривают, будто мы, промышленники, наживаемся на войне. И это правда, господа. Но если войны удастся избежать, я снова стану инженером и обеспечу автомобилем каждую французскую Сибирь. Правда. Прекрасные слова. А если война неизбежна, смею вас заверить, я сделаю все, что в моих силах, и обеспечу солдат нашей великой страны самым современным и совершенным оружием. К слову о совершенстве, нас почтила визитом единственная и неповторимая Мата Хари. Благодарю. Музыку, пожалуйста. Месье, это так мило. Вы позволите? Извините. Прошу прощения. Меня зовут Пьер Ленуар. Я ваш связной в Париже. А, отменно. Ну и чем нам обосновать наши встречи? Я издатель и журналист. Вскоре обращусь к вашему импресариусу с просьбой об интервью. От имени какой газеты? «Лю журналь». Что? Это бульварное чтиво, где ни слова правды. Да, спасибо. Спасибо. Итак, вот сведение. Русский царь отправляет группу войск в поддержку Франции. Нам необходимо знать их численности. Газетчики писали уже о том, что Франция ждет русских солдат. Да. Значит, я узнала об этом из принцесса. Благодарю. Спасибо за танец. Видите, дама разговаривает с генералом и русским полковником. Подойдите, послушайте, о чем говорит, доложите мне. Полковник Игнатьев. Русский военный атташе. Безмерно рада знакомству, полковник. Вы, должно быть, так скучаете по родине. Но теперь Россию и Францию разделяют вражеские земли. Не так ли? Мне не до скуки, мадам. Я слишком занят. Конечно, кто бы сомневался. Я читала о том, что царь выслал войска на помощь Франции. Да, все верно. Генерал, так ваших солдат сразу отправят на фронт? Я неволен разглашать эти сведения, мадам. Корпус генерал-майора Лохвицкого сначала разместят недалеко, в тренировочном лагере Блисмар. Совсем близко? Да. А будет ли парад? Увы, мадам, не знаю, не знаю. А я уверена, что он состоится. Обязательно. Ах, господа, до чего же я люблю мужчин в военной форме. И парад. Надеюсь на приглашение. Ну, разумеется. А взамен на это я бесплатно выступлю перед офицерами. Замечательно будет. Не вижу, что может нам помешать. Вы мне обещаете? Обещаю. Спасибо. Я велю Габриэлю немедля определиться с датой. А она не глупа. К чему ей разыгрывают донечку? Позвольте объяснить. Она только что пообещала бесплатное выступление. И обеспечила себе отличную рекламу. И то верно. И интересная дама. Кстати, пройдемте. И вот так. Такое важное. Просто похож на индюка. Нас здесь считают богами? Ох, господа, да чего ж француженки-то хороши. Корабляцы, вы разобьете немцев! Ура! 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 Я уже люблю это. Прекрасно. Уже объявили о моем выступлении? Да. Это все Ленуэр. Он первый написал статью. Но твой шаг восприняли как излишне патриотичный. И пусть. Нынешний Париж весь состоит из патриотов. Русский? Да. Этот Ленуэр часом не друг, Элизабет? Совершенно верно. Значит, возвращение в Париж очередная услуга нашей фрау-доктор? Не стоит кричать. Хочешь, чтобы нас услышали? Маргарет, здесь опасно. В стране сейчас идет война. Если они заподозрят хоть на миг. Габриэль, успокойся. Они ни о чем не подозревают. И у меня влиятельные покровители. Это сама Мата Хари! Она бросает розы! Русские! Ура! 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 Осторожно, смотри, не укались. Шипы мне ни почем. А кто такая Мата Хари? Должно быть, актриса. Нет. Танцовщица и проститутка. Танцует и раздевается перед публикой за деньги. Ни весьма немалые. Благодарю, культант. Вам не по нраву шлюхи? Нет. Мне их просто жаль. Кого жаль? Тебя. На такую бабу ты денег не наскребешь. Володь, ступай. Я и сам справлюсь. Поверьте, батюшка, я лучше вам помогу, чем буду смотреть, как голая девка по сцене скачет. Что ж, воля твоя. Но ажиотация среди господ офицеров страшная. Прям как дети малые. Ваше высокоблагородие, генерал-майор Лохвицкий вызывает вас к себе. Немедля. Останься здесь и помоги отцу Александру. Слушаюсь. Возьми-ка с той стороны и подвинем к стеночке. Господа офицеры, напоминаю вам, что здесь, во Франции, мы представляем Россию, русскую армию и нашего императора. По нам будут судить о России. Пока мнение самое высокое. А что происходит в садах? Капитан Маслов, вы отправитесь с нами в Париж. Это приказ. Так точно. На дежурство заступает прапорщик Рябов. Так точно. Господа, за нами уже прибыли авто. Прямо. – Лейтенант. – Да. Верните ей. Бог мой. Да вы, батенька, романтик. Жаль, что не поедете. Не тратьте силы на жалость. И не подумаю. Капитан Маслов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Извините, мадам. У меня затекла нога. Магрит, что случилось? Остановитесь. Перестаньте. Господа, приношу свои извинения. Мадам слишком утомилась и завершает свое выступление. Спасибо, что подчтили нас с визитом. Всего доброго. Мои извинения. Ваш импресарио в курсе наших дел? Всего лишь строит догадки. Но не волнуйтесь насчет него. Он мне искренне предан. Он заметно нервничает и может нас выдать. Русские водят всех за нос. Рассказывают, что корпус генерала Лохритского, который был на параде, лишь часть особого корпуса. Да. Во всех газетах писали о войсках, которые выдвинулись на помощь Франции. Говорят, порядка полумиллиона солдат. Берлин сильно обеспокоен. Нет никакого особого корпуса. Одну дивизию пришлют сюда. И две будут направлены в Македонию. И все. Откуда вы узнали? Меня всегда поражала болтливость мужчины, желающего поразить женщину. Учитывая, сколько офицеров посетило мое выступление, полагаю, в этой дивизии 20 тысяч солдат. А может и меньше. Не дурно. А как у них обстоят дела с вооружением? Простите, но нет. Так не пойдет. Мы не об этом договаривались. Вы обещали мне большую статью. А это что? Издеваться изволите? А... Осторожность не помешает. Побеседуем о статье, хорошо? Угу. Итак, вы опубликуете интервью со мной в следующем выпуске. Детали обсудите с Габриэлем. А что касается вооружения, я хочу расспросить одного офицера, который очень-очень пожалеет, что оскорбил меня. Да, я читал об этом. Рада за вас. Габриэль? Прощайте. Пока что слежка не принесла плодов. Мата Хари часто выходит в свет и проявляет интерес к русским. На этом все. Этот офицер, который якобы ее оскорбил, к нему надо приглядеться. Офицер, о котором идет речь, как бы, точнее выразиться, очень высоких нравов и весьма строг, так сказать, в сердечных делах. А чем она занимается, когда не пляшет? Ее часто видят в компании издателя Ленуара. Издатель Патриот – хорошее прикрытие для шпиона. Установите за ним слежку. А как же русские? Черт с ними. Здесь, в этих папках, все преступления Мата Хари против моей страны. В синей папке выкрадены ею документы. В белой папке завербованные ею агенты. В красной папке – люди, погибшие по ее вине по всей Европе. А здесь, в черной папке, доказательства ее вины. Думайте о черном цвете, Матин. Обожаю парады. Господи, Боже мой, у нас среди гостей на ней мужской костюм. О, значит, такая твоя мечта? Сахневич, вы меня уже утомили. Ох уж эти европейки, еще научат нашего рябовычьему дурному. Мы его в обиду не дадим. Как зовут того офицера? Владимир Маслов. Владимир. У них одни лишь винтовки, а у солдат французской армии огромные рюкзаки, забитые под завязку, и много снаряжения. Да, наши солдаты прибыли налегке, но мы надеемся, что нам помогут французские соратники. Вот, например, месье Шнайдер пообещал один из заводов отдать под производство касок с российским гербом. Но прежде желаю увидеть залоговое письмо. «До чего же ваши солдаты сильные?» «Отставить! А со мной рискнете? Втроем!» «Император отправил во Францию лучших из лучших. Здесь все герои». «До чего же ваши солдаты сильные?» «Отставить! А со мной рискнете? Втроем!» «Вперед!» «Ваше превосходительство! Показательные учения завершены!» «Прошу дозволение вернуть батальон обратно в бараке!» «Разрешаю, капитан. Но сначала никто не хочет помериться мастерством с капитаном Масловым!» «Тихо, тихо, тихо, тихо!» «Я хочу!» «Оружием не владею, но умею ладить с лошадьми. Я их хорошо знаю». «Тихо, тихо, тихо, тихо!» Спокойно, спокойно, рода, спокойно. Эй, вы! Ваша скотина меня чуть не убила! А мне показалось, вы упали намеренно. Думал, это некий трюк. Но вы живы-здоровы, так что, с вашего позволения. Капитан, не забывайте, мы с вами гости. Примите мои извинения, мадам. Она прекрасная наездница. Даже была учителем верховой езды в школе некого Молье. Кстати, погибшего при загадочных обстоятельствах. Подозреваю, что без нее не обошлось. Но сейчас важно другое. Она положила глаз на этого капитана. Но зачем он ей? Для развлечения. Ей нравятся военные. Может, решила соблазнить его и завербовать? Вряд ли. Она крайне осторожна. А взять мерзавку в оборот, как следует, нам не дают ее покровители. Сегодня я получил очередной отказ в аресте по подозрению в шпионаже. Ну, если я и так приглянулся этот русский, может, используем его, чтобы подобраться к ней? Да, да. Как его зовут? Владимир Маслов. Мне кажется, что-то слышал об этом человеке. Неважно. Сегодня мы, наконец, получили распоряжение правительства уничтожить весь уголовный мир Парижа. Притоны, дома свиданий, подпольное казино. Эти мерзавцы неблагонадежны в дни испытаний для Франции. Вам знакома Мишель Рива? Да. Хозяйка небезызвестного заведения в южном квартале Парижа. Вы встретитесь с ней и предложите ей сделку. Быть может, попробуем что-нибудь поскандальнее? Что скажете, месье Ленуар? Я даже не знаю. Свобода ведущая народ. Потянет на скандал. Отправляюсь проявлять пластины, Рене. Думаю, на сегодня хватит. Мадам, вы великолепны. Позвольте. Итак, передайте фрау доктор следующее. Припасы русских на исходе. Солдатам обеспечат лишь минимум снаряжения. Каски, шинели и так далее. Запасы пороха и артиллерии пополнять не будут. Русские позиции на фронте. Считайте брешью в защите. Но не стоит недооценивать храбрость и мастерство русских солдат. Они будут сражаться до последнего. Это достоверная информация? Мне всегда стоит верить. Как вам верить? Вы мне только что влепили пощечину. Я бы вас и вовсе убила. Но вы мне нужны. Я заплатила слишком высокую цену за свою свободу и не позволю на нее покушаться. Понятно. Маргарет? Уже иду. Я встретил старую знакомую. Она владелица, так скажем, увеселительного заведения. Притон в клоаке. Пристанище богачей, бездельников и трусов. Верно? Пусть так, но на этом можно заработать. Она предлагает нам немалую сумму. Вот как? Нужен лишь один танец. И там есть рулетка. Габриэль, ты же знаешь, как мне не достает казино. Знаю. Она назначила день выступления? Все должно определиться в ближайшие дни. Напомни, как ее зовут? Мишель Рива. Да, я вчера получил весточку. Володя, я заметил, что во время чтения послания апостолов ты был каким-то рассеянным. Все хорошо? Да-да, все в порядке. В последнее время ты часто чем-то удручил. Дело в свадьбе, я часто о ней думаю. И это правильно, ведь ты вступаешь в новую, удивительную жизнь. На всю жизнь связать с себя узами брака решиться непросто. Твоя решимость пошатнулась? Постойте. Вера и Петр Алексеевич, моя невеста и ее отец. Встречай гостей, потом поговорим. Володя, я так по тебе скучала. А я по тебе. Как добрались? В море было так страшно. Говорят, немцы умеют подрывать корабли из-под воды. А потом мы пересели на поезд, и вот мы здесь. Петр Алексеевич. Здравствуй, Володя. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Добрый день. Отец Александр. Да. Раз уж вы здесь, может, обвенчаете их сейчас? Ну, если на твоих воле, то отчего ж нет. Чудесная мысль. Что скажешь, Володя? К чему ждать? Обвенчаемся. Очень славная церквушка. Вот как заспешили. Еще мы. Ваше дело молодое, друзья мои. А у меня гости приглашены. Так что венчание будет в соборе Александра Невского, а свадьбу поживали. О, папенька, правильно, поживали. Да бог с ним, бог с ним, доченька. Через три дня и свадьба, и венчание. Разумеется, вы приглашены, Николай Александрович. Благодарствую. И вас, батюшка, приглашаем. Благодарю. Наконец вы обвенчаетесь. Друзья мои, обратите внимание, какая красивая пара. Они словно созданы друг для друга. Да, да, да. Войдите. Слушаю вас без лишних слов, пожалуйста, к делу. Мата Хари едет в притон Рева. Прекрасно. Она не дала мне шанса пополнить черную папку. Тем хуже для нее. Могла бы еще пожить. Начинайте облаву. Вы должны быть там лично. Если с ней будет Острюк, и его арестовать? Интересно, бросит ли он свою богиню? Предложите ему сделку. Я попытаюсь, господин капитан. А потом мы будем скорбеть. О гибели прекрасной Мата Хари. Великолепно. Великолепно. «И Amanda Харс» «И я не могуは went partout. ove depicts не恋 Steam — и buena Mas Scoin. Великолепно. Когда дети��انя разоруж 삼ан decerek тронaton. Великолепно. Материно. Она великолепна. Спасибо, что вы приняли мое предложение. Оно было весьма щедрое. А ты с нее глаз не сходишь. Она восхитительна. Поговорим позже. Это оплава. На выход, на выход, встать, встать, чего расселись, пошли отсюда, пошел отсюда, встать, на выход, на выход. Это недоразумение. Нас пригласили, мы гости. Габриэль, успокойтесь. Эй вы, хватит болтать. Быстро в машину. Вам это с рук не сойдет. Это же сама Мата Хари. Что-то не верится. Мата Хари в этом притоне греха. Чего уставились? Полезайте! Живо! Вы отправитесь в Энсен вместе с остальными. А вы отправитесь на фронт. Представьтесь. Эрвэ мати, мадам. Месье Астрюк, можете идти. Я не уйду без нее. Мне очень жаль, Габриэль. Вы, ваши друзья, можете идти. Благодарю, месье. Мы можем идти. Не мешкайте. Они думают, что их везут в Энсенский замок. Слушаюсь. Будет сделано. На выход их всех. И к яме. Что здесь происходит? Кто отдал приказ, вы знаете? Нет. И вам спрашивать не советую. Живее, живее. В чем стоять? Стоять! Я люблю тебя. Я всегда буду любить. К оружию! Прости меня. Прости меня. Готовц! Сэйс! Адон! 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 ВОЗ ВОЗ Ехтен ВОЗ ВОЗ Габриэль, я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok